Принято считать, что Владимир Высоцкий был диссидентом и что Лубянка активно способствовала травле артиста. Однако писатель Федор Розаков вместе со своим консультантом Михаилом Крыжановским, бывшим разведчиком, ныне живущим в США, придерживаются иного мнения. Свою точку зрения они изложили в книге «Владимир Высоцкий. Суперагент КГБ». Они считают, что Высоцкий с женой Мариной Влади были завербованы и работали на Комитет госбезопасности. Собирать материалы на Высоцкого чекисты начали в 1963 году. Поворотным моментом стало его зачисление в штат Московского театра на Таганке летом следующего 1964 года. Этот театр был создан под патронажем КГБ из подачи будущего шефа разведки Юрия Андропова. Для КГБ было важно не просто создать в центре Москвы этакое либеральное заведение, куда стекалась бы публика определенного сорта, а именно заведение поднадзорное. Уже входили в моду кухонные посиделки, за которыми комитет был не в состоянии уследить. А Таганка могла стать тем местом, где кухонные споры должны были трансформироваться в живые дискуссии и, став достоянием спецслужб, надежно ими контролироваться и направляться. Для контакта с руководством театра был отрежен один из людей Андропова, сотрудник международного отдела ЦК КПСС, китаевед Лев Дилюсин. Он вошел в общественный совет Таганки и сблизился не только с Любимовым, но и с Высоцким. В итоге в 1964-67 годах на свет появился китайский цикл песен Высоцкого, из-за которого чуть позже поэта объявят персоной Нонграта в КНР. Федор Розаков считает, что Дилюсин подтолкнул молодого Барда попробовать свои силы в политической сатире антикитайского толка. Параллельно чекисты сотрудничали и с Мариной Влади. В конце 60-х общество Франции и СССР возглавлял видный французский коммунист Андре Ланглуа. Влади стала одним из его заместителей. Учитывая контакты Влади с коммунистами, а также то, что она имела русские корни и открыто выражала свои симпатии к СССР, КГБ еще во второй половине 50-х обратил на нее внимание, как на возможного агента влияния, считает Михаил Крыжановский. Это внимание усилилось летом 1959 года, когда Влади впервые пригласили на международный кинофестиваль в Москву после проката в СССР фильма с ее участием «Колдунья». КГБ по мере сил способствовал кинокарьере актрисы как во Франции, через своих людей в творческих кругах Рима и Парижа, так и в СССР. Для этого, по мнению Розакова, к делу был подключен давний друг чекистов, режиссер Сергей Юткевич. В 1967 году он предложил Владе, как раз в момент зарождения ее романа с Высоцким, главную роль в своем фильме «Сюжет для небольшого рассказа». Крыжановский считает, что брак Высоцкого и Влади был постановочным. Его инспирировал КГБ. Комитету госбезопасности нужна была именно пара, потому что пара не привлекает к себе внимания. Под видом отдыха и развлечений супружеская чета появляется в нужных кругах, путешествует, идет в посольство. У нее больше возможностей для действия. В 1970 году Влади решает связать свою жизнь с Высоцким. Хотя до этого всячески его игнорировала, что весьма болезненно воспринималась актером, вплоть до попытки суицида. Никаких документальных подтверждений причастности поэта к спецорганам нет, но косвенные улики есть, считает Розаков. Первое, что говорит в пользу его версии, то, что Высоцкого свободно выпускали за границу. Он пробыл за границей, не считая поездки вместе с театром на Таганке, 676 дней за 7,5 лет. Почти два года. И это человек с клеймом диссидента. Второе. Высоцкому прощали то, что он не сдавал государству заработанную валюту. В январе 1979 года Высоцкий сообщил, что едет во Францию, а сам оттуда поехал в Нью-Йорк, где дал 9 концертов и заработал 34 тысячи долларов. Но ни цента не отдал. Олимпийский чемпион Третьяк, например, заработал за рубежом на рекламе в 1982 году 50 тысяч долларов. Из них ему оставили 500 долларов. Третье. Влади и Высоцкий вовсю встречались за границей с диссидентами. Хотя любой советский гражданин перед выездом заполнял специальную бумагу, что не будет знакомиться с сомнительными личностями. Тесное общение Влади и Высоцкого в диссидентских заграничных кругах не пресекали, а только приветствовали. Четвертое. Юрий Любимов прощал Высоцкому абсолютно все. Поэт срывает спектакль «Жизнь Галилея» и оказывается на грани увольнения из театра. Почти вся труппа возмущена его поведением. Золотухин записывает в дневнике. «Все наши охи-ахи, как мертвому припарка. Все наши негодования, возмущения, уговоры, просьбы – все нахрен». А что мы должны после этого переживать? Почему мы должны мучиться и сгорать перед зрителем от стыда? И тем не менее, Любимов Высоцкого не выгоняет. Остается открытым вопрос – зачем все-таки Высоцкому и Владе сотрудничать с чекистами? К концу 60-х годов Владе утратила былую славу. Если в первой половине 60-х у нее вышло 13 фильмов, то с 65-го по 70-й год – всего пять, и то не главные роли. Она связала свою жизнь с Высоцким и со спецслужбами, надеясь, что ей помогут продолжить карьеру и обеспечить жизнь на широкую ногу. Владе жила на две страны, причем в СССР так же роскошно, как Галина Брежнева, например. За роль Лики Мизиновой в фильме «Сюжет для небольшого рассказа» она получила 4465 рублей – больше всех актеров и самого режиссера фильма Юткевича. Высоцкий не скрывал, что любит красиво жить со звездою в лапах, по его же словам, посещая скачки, пляжи, рауты и вернисажи. Это ли не стимул для человека, который совсем недавно сшибал пятаки на пиво? Высоцкий стал богатым после «Женитьбы» на Владе. Машины он менял регулярно – «Мерседесы», «Рено», по две штуки «БМВ» привозил. Розаков считает, что взамен за сбор информации и помощь в финансировании зарубежных коммунистов КГБ отслеживал, чтобы карьера Высоцкого развивалась. Порой комитет вмешивался, когда киношные чиновники не хотели утверждать Владимира на роли. Органы поддерживали его имидж как запрещенного певца, еще больше подогревая интерес к нему в народе. А Влади, как полноценный агент КГБ, по-женски командовала мужем, заставляя делать то, что надо. По версии Розакова, Высоцкий даже участвовал в определенных делах. Например, в устранении Галича в 1977 году. Спецслужбы уверяют, это был несчастный случай. Однако удивительно, версия о паре агентов не вызывает неприятия у дочери Александра Галича, Алены Галич Архангельской. Разговоры о том, что Владимир Высоцкий был связан с КГБ через Марину Влади, я слышала, сказала она комсомолке. Мне рассказали, что за некоторое время до смерти папы к нему пришел Высоцкий. Театр на Таганке как раз гастролировал в Париже. Я разделяю версию, что Высоцкий не просто так заходил, он наверняка что-то хотел выяснить. Но доказательств, конечно, нет. По официальной версии, отца ударило током, но я уверен, что это было убийство. Вдова отца сначала настаивала на расследовании, но ей намекнули, мол, если вы будете упорствовать, не получите пенсию по потере кормильца. Пришлось смириться. Кстати, именно Высоцкий тайно привез из Франции в Москву фотографии с похорон отца. Передал мне конверт и сказал, спрячь и никому не показывай. Я обратила внимание на его очень красивую и дорогую машину. Высоцкий привез ее из-за границы. В 2013 году сын поэта Никита Высоцкий подал в суд на Раззакова и Крыжановского. Сын Барда возражал против издания книги «Владимир Высоцкий. Суперагент КГБ» и просил воздержаться от ее публикации в связи с наличием в ней клеветы и оскорблений. И выиграл дело. Первая жена Высоцкого, Иза, также совершенно уверена, что Бард был человеком чести. Никаких взаимоотношений у него с КГБ не могло быть. С ней соглашается и мама Марины Влади Юлия Абдулова. У Высоцкого друзей было много во всех слоях. И поверьте, даже в КГБ, этом страшном, ужасном, были честные люди. Романтические, поэтические и так далее, говорит она. Такие люди всячески оберегали Высоцкого и просто очень любили. Пушкин не вышел на площадь вместе с декабристами, потому что он даже не догадывался, что там что-то происходит. Его берегли от всего. И с Высоцким то же самое. Все понимали, что он великий человек. И в КГБ это понимали. Раззаков делает умозаключение, что раз Высоцкий выезжал, то значит не просто так. Бред. Сказать, что Высоцкий агент КГБ, это то же самое, что сказать Высоцкий инопланетянин. То же самое касается и Марины Влади.